Семена Петровна, большое спасибо, что вы согласились на это интервью. Оно у нас, конечно, особенное, потому что в итоге года. Вы знаете, обычно, когда политики дают интервью по окончании года, они говорят, что этот год был непростым. Я не знаю, как вы охарактеризуете год 2019, но мне крайне было бы интересно услышать ваш общий какой-то комментарий. Некоторые говорят, что был годом непростым. Да ничего простого не бывает в этой жизни. А этот год был довольно интересный и с политической точки зрения, и со всех точек зрения, потому что этот год был год избирательной кампании парламентской. Этот год мы все стали свидетелями того, как было создано парламентское большинство, которое казалось невообразимым. Мы были свидетелями того, как пал тот олигархический режим, который узурпировал власть в стране. Всем казалось, что этот режим невозможно было сверху, который был под одним человеком. Мы присутствовали при том, как это, скажем, правительство, которое имело абсолютную политическую поддержку, парламентское большинство за своей спиной, из-за своей недальновидности пало. Мы были свидетелями того, как в рекордные сроки было избрано парламентом другое правительство, оказанное в этом доверии другому правительству. Правительство, которое стало правительством профессионалов, и я думаю, что страна давно ждала такого правительства. Мы стали свидетелями очень многих других вопросов, когда в парламенте парламентские фракции единогласно голосовали все парламентские фракции за некоторые законодательные инициативы. И меня это больше всего радует в этом, потому что есть, значит, цели, которые объединяют всех политиков в парламенте. Поэтому год был довольно интересным. И политики каждый по-своему как-то использовал это. Но в парламенте, я хочу сказать, что этот год не был довольно долгий, потому что начало работу парламента... Поздновато, да. Поздновато, где-то 8 июня после февральских выборов. Но вместе с тем мы успели за этот период утвердить в парламенте 175 законодательных... Провести через парламент 175 законодательных инициатив. Из них проголосовали за 73 закона, за 102 проекта постановлений. Все они были очень важными для страны. Парламент в этот период создал и парламентские комиссии, которые расследовали и кражу века, и многие другие приватизации, концессии. Да все успели, даже состав потом поменялся тех же с комиссией. И состав комиссии поменялся. Все происходило очень динамично, очень быстро. И мне кажется, что нынешнее правительство за этот короткий срок, за полтора месяца, скажем, не более, сделать очень многое. То, что не успело, допустим, предыдущее правительство сделать за 5 месяцев. События были очень интересные. Ну, надо ждать, чтобы в следующем году был мир в нашей стране. И правительство исполнило все свои обещания, которые давало народу. И в том числе мы, политиво-избирательные кампании. Я соглашусь с вами, что тон всему задали парламентские выборы. Как вам состав этого парламента? Как вам работается с депутатами? Это профессионалы вообще? Если оставить политические, да, какие-то их различия? Сложно сказать. Есть и профессионалы, которые имеют какой-то и административный опыт, и карьерный политический опыт. Есть депутаторы, которые попали в парламент, совершенно понятия не имея, куда они попали. Есть молодые люди, которым еще учиться, учиться. Амбиций очень много, но опыта за спиной никакого. Ну, парламент, видимо, имеет и работа в парламенте. Это и какого-то рода воспитательная работа, поэтому со всеми работаем. Как состав парламента, как с кем работает. Мне кажется, что у меня двери открыты как председателя парламента абсолютно для всех депутатов. Не перед тем, никогда мои двери не закрывались в парламенте. И я готова к сотрудничеству со всеми, абсолютно со всеми депутатами. И когда некоторые говорят, что вот, вы создали какую-то коалицию, я говорю, я хочу создать коалицию с каждым из вас, чтобы эта коалиция была в интересах нашего народа, нашей страны. Хорошо. Какую оценку нужно дать за этот год политическим партиям и политической элите? Как они себя проявили? Может быть, стали более зрелые наши политики? Смотря к кому, как относиться. Допустим, у нас есть некоторые политические партии, которые появляются на свет божий перед выборами. Будь то местные, парламентские, но они появляются. Некоторые из них попали в парламент. Я уже сказала, что некоторые политики, но это касается некоторых политических партий, которые появились в канун выборов, начали свою деятельность с того, что они критикуют всех налево и направо. Почему они делают такие политики? И насколько они долговечны в политике? Надо понимать, что, как обычно, такие политики ничего не имеют, ни своего опыта, и ничего они в этой жизни делать не умеют. Кроме как лить грязь на кого-то и критиковать кого-то. Я приведу пример, допустим, я это говорю с гордостью, политической партии, которую я руковожу, партия социалистов, мои коллеги. Все вместе мы прошли через определенную борьбу, мы прошли через определенный период, когда работали в оппозиции, старались быть конструктивной в оппозиции, не просто митинговать и критиковать кого-то. Здесь так просится вопрос, сложнее было в оппозиции или во власти? Потому что это тоже... Сейчас я вам расскажу, в моем видении, где сложнее. Политическая партия, которая выросла, мои коллеги, многие на моих глазах выросли, потому что работали в одной команде, учились работать, даже более молодые, даже если у них сначала были очень большие амбиции, потом они поняли, что для того, чтобы достичь каких-то своих целей, нужно очень долго и очень упорно работать, то, что я сегодня горжусь нашей командой партии социалистов и фракцией в парламенте, не только в парламенте, всеми моими коллегами в территории, всеми советниками, которые были избраны, и председателями района, которые были избраны от партии социалистов и примарами. Это достойные люди, которые целенаправленно шли к какой-то цели и сегодня достигли этой цели, потому что партия социалистов и фракции в парламенте взяла на себя ответственность за это правительство и поддержала полностью. Мы не говорим, что мы не в ответе за это правительство, мы в ответе за это правительство и всегда будем подставлять плечо. Где более, когда более сложно работать? Я вспоминаю слова одной из своей коллеги, да, мне еще в начале 2000-х годов на пороге парламента, это бывший сотрудник Министерства финансов, потом депутат в парламенте, и она мне говорила, знаешь, очень хорошо работать в оппозиции. Говоришь, что хочешь, и ни за что не отвечаешь. Но я думаю, что это безответственно. Отвечать нужно всегда за свои слова и в оппозиции, и будучи у власти. И сегодня, даже если нет парламентского большинства, конечно, нужно прилагать вдвойне больше усилий, чтобы уметь договариваться, чтобы уметь продвигать те законы, которые в интересах наших граждан. Я в парламенте совершенно открыто сказала, когда голосовали абсолютно все, ну то есть до голосования, я говорила депутатам, вот теперь я хочу посмотреть, кто за этот проект закона из депутатов не проголосует. Голосовали все. Потому что это ответственность перед народом. Вы полагаете, они из-за ответственности голосовали? Я полагаю, что все-таки они не будут возражать, когда проголосовали. Потому что за закон, который продвигал господин президент, об индексации пенсии 52 раза в год, именно при этом законе я спросила, я посмотрю, кто из депутатов за это не проголосует. И проголосовали все единогласно. Не из-за этого. Они прекрасно понимают, что люди просто их не... Они просто побоялись не проголосовать. Давайте скажем... Вот так соглашаюсь сразу. Так, и мы говорили с правительством, и нашими коллегами депутатами в парламенте, давайте мы будем продвигать в первую очередь те проекты закона, которые защищают интересы наших граждан, нашей экономики. И за это должны все голосовать. Почему нет? Вот то, что произошло в июне, оно, конечно, требует особого рассмотрения. Давайте так посмотрим на это все с точки зрения новейшей молдавской истории. Это можно назвать каким-то краеугольным камнем, либо все-таки, я не знаю, важный эпизод, но не более. Вот что это было? Это был и важный эпизод, и краеугольный камень, скажем так. Почему? Потому что это необходимо было сделать. Иначе свергнуть ту власть, которая узорпировала все, вплоть до конституционного суда в стране, невозможно было. Поэтому объединились, казалось бы, левые и правые силы, что невозможно было никогда объединить. Этим восхищались даже все, и на Западе, и на Востоке. Все говорили, вы сделали невозможно. Но мы, когда встретились вот утром 8 июня в парламенте, мы сказали, у нас есть одна главная цель – убрать тех, кто узор первого власти. Это наша главная цель. Сколько мы продержимся, мы понимали, что это парламентское большинство очень-очень хрупкое. Мы это прекрасно понимали. Но мы сказали, что мы будем держаться вместе столько, сколько необходимо будет. Кстати сказать, не мои коллеги провоцировали вот это падение этого правительства. Сама премьер-министр, почему она так решила сделать, экс-премьер-министр, почему она так решила сделать, видимо, то ли опыта не хватило, то ли побоялась ответственности, потому что нужны были конкретные уже результаты, говорили, не кончилось. Вроде бы главного узорпатора убрали из страны, начали что-то двигаться, начали работать правоохранительные органы. Но нужны были конкретные результаты, потому что говорить-говорить можно, но страну надо накормить, надо, чтобы люди, все учреждения работали, чтобы было достаточно денег в стране. И сколько мы не пытались при том правительстве продвинуть многие социально-экономические вопросы, они всегда отвергались, категорически отвергались. Оказывается, деньги есть в стране, для всего нашлись деньги. Поэтому что было тогда? Свою главную роль выполнило тогдашнее парламентское большинство. И это очень важно для страны. Это, наверное, новейшая история. Может быть, когда-то напишут, что вот как-то так произошло, что объединились в очень непростых условиях. Елена Петровна, а чиновники, как вы думаете, поняли, что, в принципе, им придется отвечать за свои деяния на различных постах? Я сейчас говорю не только о чиновниках, которые имеются в виду, которые в различных учреждениях, в правительстве, в департаментах. Я говорю и о судьях. Я говорю о тех людях, которые, скажем так, решают очень важные вопросы. Я думаю, что абсолютно все должны это понимать. Рано или поздно за все свои деяния придется отвечать. У каждого есть свое место. И все окажутся в том месте, где им положено быть рано или поздно. Это произойдет. Всем бы хотелось нам, в том числе политикам, потому что некоторые политики делают просто себе пиар на это. Но всем и политикам придется отвечать за неправильные свои действия. Что было в июне месяце, все прекрасно помнят, как тогдашний состав Конституционного суда отменял онлайн по телевидению. Ну что, мы прославились. Да, это было что-то невозможное. И все прекрасно понимали. Все прекрасно переживали и нас поддержали. Тогда все главные силы, международные игроки на международном уровне. Это и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, и Европейский Союз. Все послы, аккредитованные в Молдове, сидели с нами тут в парламенте, в полутемном зале, когда нам ни свет, ни звук не включали. Ходили с каким-то переносным микрофоном. То есть это все было, через это все прошли. Это надо признать, что слава Богу, что тогда все произошло, и передача власти мирным путем. Ну взять власть надо уметь управлять. Надо иметь соответствующий опыт. По-моему, это уже тоже стало какой-то историей бывшего правительства, когда все имели очень хорошее образование. Но не имели совершенно никакого опыта, совершенно не понимали, как нужно администрировать. Совершенно не генерировали какие-то очень нормальные действия для того, чтобы дать людям накормить и дать какую-то социальную поддержку, чтобы бизнес привлекать. Этого не было. И, видимо, это было очень в подборе кадров, потому что тогдашние правые, они практически взяли всю полноту власти в правительстве у социалистов, которые вошли в это парламентское большинство. И я хочу сказать, что без социалистов невозможно было свергнуть ту власть. Без социалистов невозможно было сформировать какое-то парламентское большинство, если бы я, мои коллеги, при поддержке нашего президента, мы не пошли на этот шаг. Поэтому, когда некоторые из моих правых коллег говорят, что это их заслуга, ну так извините, а большинство у кого было? 35 депутатов. Было у фракции социалистов. У блока ОКОМ было 26 депутатов. 26 депутатов они никак не могли сформировать какое-то парламентское большинство. С кем бы они сформировали? Не было другого выхода. Поэтому вот так говорить, что они самостоятельно что-то сделали? Нет, я совершенно уверена. Мы сознательно пошли на это, чтобы свергнуть ту власть узурпатора. Ну вот смотрите, все очень радовались, когда удалось достичь геополитического консенсуса. Ну что, у нас такого не было до сих пор, чтобы великие державы, да, и такая организация, как Евросоюз. Да, мы поддержали. Говорили об этом с восторгом. Но продолжалось это как-то не очень долго. Семеновна Петровна, вот может переоценили важность того самого геополитического консенсуса? Ну, давайте и тех, кто оценивал, мы не будем осуждать, переоценили они или не переоценили, потому что все были в какой-то эйфории, что вот смотрите, как можно найти общую идею. Я сказала, какая была общая идея, мы должны были свергнуть ту власть. Было бы, конечно, возможно, чтобы это правительство продержалось или парламентское большинство продержалось дольше. Можно было. Если бы не были какие-то персональные амбиции бывшего премьер-министра или, скажем, недальновидности в политике, потому что не надо ставить свои амбиции превыше персональной амбиции, превыше интересов страны. И я думаю, чтобы об этих амбициях, мало того, что парламентское большинство ничего не знали, мои коллеги-социалисты не я, многие из блока ОКУМ совершенно ничего не знали о намерениях госпожи премьер-министра. И как это понимать, как работать в такой? Вот тут переоценили или недооценили недальновидность, не знаю, или отсутствие опыта. Я не знаю, что больше присутствует при этом. Но вместе с тем решение было принято совершенно, я думаю, неправильное. И многие зарубежные партнеры, они сами понятия не имели, что произошло. Иметь за своей спиной парламентское большинство, которое тебя поддержало, которое готово проголосовать и голосовало любые инициативы. Иногда даже перегнув себя, это совершенно несправедливо и неправильно. Ну, Зина Петровна, вот, может, вопрос нужно поставить так. Вот сегодня мера ответственности в принятии решений, ну, первонаперво, вами и вообще в парламенте. Ведь многие что говорят? Что руководят силой извне. Им называют в зависимости своей политической ориентации, то или иное, да? Говорят, ну, это Россия управляет. А другие говорят, нет, ну, это Штаты управляют. Вот какова мера этого влияния? Вы разве не заметили, что управление вообще происходит внутри страны? Потому что каждый понедельник раз в неделю встречается президент с Петерпарламента и премьер-министр. Мы просто согласуем, что нужно сделать в течение недели. Потом какие-то корректировки происходят в течение недели. Но вот это и есть внутреннее управление. Когда все действия принимаются согласованно, мы будем сотрудничать со всеми. С Западом, с Востоком, с Российской Федерацией, с Соединенными Штатами. Посол, вы видите. Да, вот частенько мы так по новостям видим, да? Бывает часто. С Европейским Союзом, со всеми международными структурами мы будем сотрудничать. Но всем, чтобы было понятно, что мы это будем делать в интересах своей страны, своего народа. И будем искать, как защитить интересы своего народа. Это мы будем делать постоянно. Поэтому нам, никому не удастся продиктовать нам, что нужно сделать. И мы будем искать наших хороших, добрых друзей, которые помогают Молдове для того, чтобы Молдова развивалась, а не в каких-то своих личных интересах. Потому что это не партнеры, когда говорят, вот мы вас прокредитуем на 10 миллионов евро, а вы должны сделать вот так, вот так, как надо нам. Нет, так не пойдет. Так дальше не будет. Просто не будет дальше. И с МВФ не будет? С МВФ мы будем договариваться. С МВФ мы будем договариваться. Я хочу вам напомнить тот пример 2006 года, когда МВФ вернулся в страну после долгого перерыва, потому что с 2001 года по 2006 год у нас не было программы с МВФ. И была очень сложная ситуация. Все говорили, что Молдова просто на пороге финансового дефолта, что Молдова не выдержит, не выживет с внутренними, с огромными внешними долгами. Оказывается, если правильно руководить, правильно управлять, в том числе и финансами страны, тогда можно выдержать, можно выжить и еще развиваться, и повышать и пенсии, и зарплаты. Поэтому в 2006 году мы сами, правительство, написало самостоятельно программу с МВФ и пригласило МВФ в программу, которую написало правительство. Реформы, которые нужны были правительству, а не МВФ. Я думаю, вот у нас в марте месяца завершается эта программа. Я говорила с представителем МВФ. Он приезжал, руководитель миссии, и мы обсуждали, что мы будем писать самостоятельно свою программу и будем ее обсуждать с валютным фондом. Замечательно. Если мы говорим о международном факторе, чтобы закрыть уже эту тему, то давайте так вот, из положительного что можем еще отметить? Впервые без вот такого геополитического фактора прошли местные выборы. Да, я думаю, что впервые я через многие этапы выборов, различных выборов, прошла, но вот впервые, наверное, более-менее спокойно прошли эти выборы, потому что не было прессинга, не было такой силы со стороны одной политической партии давить на избирателей, давить на... Да, были у предыдущей руководящей партии, были еще и административные ресурсы, все на местах у Демпартии, они пытались это сделать, но уже того прессинга не было. Выборы, я думаю, что впервые после 2009 года, после 2009 года, прошли более-менее спокойно, более-менее... Я объездила многие регионы страны, многие населенные пункты, люди, не было такого, потому что я в предыдущие выборы встречала все, что хотите, когда люди встречались со мной и говорили, я буду голосовать за вас, но тихо, чтобы об этом никто не знал. Страх был. Страх был. Сегодня этого, то есть на выборах, которые состоялись 20 октября, в последствии 3 ноября, этого не было. И, видимо, поэтому, что не было вот такого прессинга, такого давления, люди самостоятельно принимали решение. У нас не так много времени остается, сейчас буду объединять некоторые вопросы по поводу управления, вот и состава коалиции. Смотрите, за этот год несколько раз менялся состав коалиции. Какой состав лучше? Я думаю, что предугадать несложно. Вы, наверное, будете говорить, что вот последний более ответственность себя ведет, да? Так, ну так, если разобраться, последний. Но вообще для Молдовы что лучше? Моноуправление, когда ответственность берет одна партия, как вот сейчас социалист, или коалиционное все-таки правление? Я понимаю, я все объединила, но тем не менее. Вопрос понятия. То или другое, все зависит от ситуации, потому что иногда вот такая политическая коалиция, которая была после 8 июня, ну это продемонстрировало, что долго продержаться не может. Но могла. Но могла, поэтому я вот... Могла, но произошло то, что произошло, потому что обязательно появляются какие-то политики, у которых преобладают свои личные интересы. Все зависит от цели, которые мы будем ставить перед собой, и поэтому может быть и то, и другое. Может быть и то, и другое. Что лучше? В коалиции проще работать. Ответственность с кем-то делится? Делится с кем-то ответственность. Сейчас нужно переживать чуть ли не за каждый проект закона. Нужно уметь преподнести и тем, кто на трибуне, и мне как председателю парламента, и убедить всех депутатов, почему нужно проголосовать. У нас есть депутаты, которые, допустим, в блок ОКОМ не все голосуют, но некоторые депутаты голосуют, потому что они, в принципе, согласны с тем, что продвигается. Или есть различного рода. Есть, когда демократы не голосуют. Ну, понятно, что фракция социалистов, она взяла на себя всю полноту ответственности. Она за все проекты и правительство, и те, которые мы согласовали, они голосуют и сами выдвигают те проекты законодательства, которые необходимы. Мы стараемся обходить острые углы. Это видно. Вот когда такие перемены, Зина Петровна, многие еще и о форме правления задумываются. Ну, вот у нас сейчас как бы считается, что парламентская республика. Я неспроста так формулирую, потому что мне кажется, что есть над чем работать, чтобы она была еще парламентская. Да. Но социалисты, мы помним, они выступали и за президентскую форму. Вот эти перемены, все, что произошло. Вот к чему, каким мыслям вас подвели? Или что лучше? Во-первых, Молдове еще нужно и учиться, и учиться парламентаризму. И в том числе и всем депутатам парламентская республика это далеко не означает по международным стандартам, что это полный хаос, и каждый депутат делает и продвигает абсолютно те идеи, которые ему нужны. Поэтому нам надо еще научиться парламентаризму. Что касается президентской формы правления, вы знаете, что партия социалистов собирала и подписи, мы собрали более... Хотели референдум. Хотели провести референдум. Но сегодня президент избирается абсолютно всем народом. Сегодня так, и я думаю, что мы это должны сохранить и для дальнейшего. Потому что люди все равно хотят видеть одного лидера, с которого будут спрашивать за все, что происходит в стране. Люди этого хотят. в действительности. Я знаю от общения с простыми гражданами. Поэтому что лучше, давайте время покажет. Но самое главное, и президент, и председатель парламента, и премьер-министр, чтобы работали в одной упряжке. Вот тогда успех обеспечен. Независимо, какая форма правления. Независимо. Если эти трое работают вместе и работают в интересах государства, тогда успех страны обеспечен. И последний вопрос. Зина Петровна, вот этот год прошел. Люди должны какие-то, не знаю, выводы всегда делать. Вот наше общество чему должно научиться? Наше общество должно понимать, что никто извне не придет, не наведет порядок у нас в стране. Мы сами это должны сделать. И это в первую очередь должны понимать политики. Я абсолютно не могу воспринимать тех политиков, которые выходят за пределы страны и начинают критиковать свою страну. Критиковать руководство страны. Есть какие-то символы государственности. Мы должны сами гордиться своим государством, иначе просто нас не то, что будут недооценивать, нас не будут считать за государством. Мы должны уметь гордиться своей страной. Поэтому люди должны делать соответствующий вывод. Надо не слушать популизма. Очень много развилось политиков, популистов. Очень много политиков, которые сами совершенно ничего не умеют. Я сказала это в самом начале нашего интервью. Но они умеют только критиковать. И людям почему-то иногда нравится слушать только эти простые критики, которые ничего не стоят. В реальности посмотрите на этих людей, что они имеют за своей спиной, что они в своей жизни реально сделали. поэтому людям нужно научиться оценивать по конкретным делам, а не по популистским высказываниям. Елена Петровна, спасибо вам большое, что вы нашли время. Мы вас немножечко времени перебрали. Поздравляю вас от нашего канала, от всех наших телезрителей. С Новым годом и Рождеством. И, конечно, желаю успехов. И вас всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Самое главное, чтобы был мир. И немножко больше добра в каждом сердце. А эти праздничные огни, чтобы зажигались в каждом доме. Я сказала, взрослые, дети, все верят в какое-то чудо, в новогодние чудеса, в рождественские чудеса. Пусть это маленькое чудо, маленькое-маленькое, пусть произойдет с каждым человеком в нашей стране. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова